привет всем друзья мои встречаю вас улыбкой и потому что весело уже устал записывать пробы делать никак не идет на фоне тотального недосыпок это тяжело снять вроде бы самый простой ролик на простую модель наушников как бы и как не вяжется бывают такие моменты что кажется просто целый день уходит на то что записать простой какой-то ролик вчера вопроса очень долго работал уже туда далеко за полночь еще паял xduo basic все хочется из него вытащить больше наверно чем потенциал от производителя заложен вот но под утро вообще там русо туристов гасили жестко не до сна было в общем как то так ладно думаю чем вас сегодня привлечь почему так потому что сива со 1 беспроводная модель наушников которые были классные такие наушники обзор сделан был еще два месяца назад не набрал тысячи просмотров вообще странно классные наушники даже себе их оставил настолько новый опыт новое впечатление не подарили классная штука вот просто для улицы просто супер просто квотек для дома если ты чем-то занимаешься и надо еще контролировать ситуацию вокруг очень кайфово так все никак не привыкнул в камеру смотреть снимаю кстати последнее время на редми ноут 10 pro взял уоле на прокат именно для съемки видео на фронталку как бы мне это комфортнее видите движение динамику в кадре но на фоне улучшившиеся картинки так понимаю улучшился звук несмотря на то что петличка рядышком здесь все как бы но пишет телефон звук очень посредственно и это еще один аргумент в пользу в копилку этих комплиментов от меня в сторону mi9 light от сяоми насколько реально под звук со всех сторон под звук заточенный телефон без приставки что этот телефон или смартфон музыкальный вот все он классно делает и как транспорт классно работает из 35 биркин классно играет еще и еще и пишет звук очень и очень достойно ну ладно то все мы пофиксим сегодня точно не до этого было что-то еще изобретать чтобы лучший звук будут стараться говорить громко буду бить сильно но аккуратно да так раз уж вас не очень интересует тема беспроводных наушников или во всяком случае любых без приставки как там air и под думаю еще пару моментов интересных закину но если это интересно купил вот такой вот переходник диди хай фай диди хай фай с 4 4 на 6 и 3 вот когда я столкнулся с хармоник дайнзи с элит с классным таким кабелем комплектным который только имеет балансный выход пришлось подыскать и он как-то сам ко мне в руки пришел такой вот обиди хай фай вот такой вот вот такой вот 4 4 на 6 3 переходник вот такая вот конструкция вот такая вот конструкция вот поэтому буду изучать посмотрим еще может быть потому не шла съемка видео потому что надо было еще что-то добавить буквально вот полчаса назад пришел с почты получил плеер будьте здоровы в общем такой вот player rock на алиэкспресс на распродаже заказал обошелся мне по моему меньше 50 долларов грубо говоря 50 баксов он обошелся вот такой вот кирпичик в стиле старых фио стиле старых фио на 4490 почему я его вообще обратил внимание это была эмоциональная покупка такая зашел на али увидел предложение купоны промокоды сработали купил его ну и чип мой любимый ака 4490 я уже имел дело с дешанами за третьими которые были на акашке и я понимаю что до сих пор востребована тема плееров без андроида без стриминга просто такой карманный вариант чтобы вот а воткнулся в медиатеку там подряд в разброс слушать и и кайфуешь вот просто плеер на каждый день и зишан понимаешь когда я взял зишан послушал настолько он просто звучал примитивно даже настолько мелко все было из коробки от на 4490 этот малыш но после мода он действительно модится и очень-очень достойный звук получается из него так как здесь по цене дешевле ли по цене бэушного зишана попался вот такой плеер новенький на алиэкспресс причем выглядит посмотрели ну то есть он очень даже здорово выглядит я авантюрно его купил на получив сегодня буквально полчаса назад распаковал смотрю на него блин такой брусочек монолитный такой без всяких явных косяков я думал там и сбор как кривая будет за эти деньги абсолютно нет единства что экран я могу сказать он такой он выключился простенький экранчик совсем такой 4000 цветов ну как бы все что надо вся информация отображается такой он не контрастный блекленький экран но все хорошо читаем и все нормально информация основная есть обложку композиции подтягивает битрейт показывает формат потом исполнителя альбом и название композиции все здесь есть навигационное это колесо чтобы по меню лазить переключение вперед-назад и это же перемотка и сбоку клавиши регулировки громкости плюс-минус и включение выключение вот такой вот имеем здесь только 35 выход и линейник юсби си зарядка и карта памяти слот для карты памяти вот так вот послушала его первое включение сделал несмотря на то что он там из коробки послушал да это вам не зишан если кто ищет на каждый день плеер очень не стыдно и предложение на 4490 прямо вот из коробки включил послушал до почерк есть порода есть звук главное дело что общая картина довольно таки размерной не мельчит так как зишан и даже не мельчит так как мельчат асталкерны который норма мне был абсолютно не тут это умельчение ну то есть порода чипа здесь слышно есть некоторый почерк в сторону фио такой рафинированность жесткость какая-то в звуке но настолько не противно если не задирать сильно громкость то вполне себе очень даже и слушать на такое первое впечатление очень даже неплохо и главное что тембрально достоверно без какой-то синтетики излишней как бывало слышишь без искажений каких либо единство что слишком он зачищен от слышно вот настолько задавлено звучание что треки в которых есть шум записи шум записи настолько этот шум записи слышится потусторонним потому что он не везде понимаешь он как будто локально где-то есть где-то его вы вычистили поэтому это говорит о том что не все частоты выпускает плеер и есть вот такие вот некоторые перекосы вот но в целом очень даже приятное такое впечатление не тупой он абсолютно не тупой не сказать что на молния но на фоне таких как были мне там тот импотек в 6 хотя некоторым тупит некоторыми не тупит но вообще с плеерами на андроиде я смотрю ну очень даже нормально себя ведет но при цене 50 долларов еще на секундочку на что после мода получится посмотрим не знаю но в целом очень даже неплохо и даже ханса циммера по запустил mountains и да вроде бы как бы немножко рафинированно жестковато серединке в нижней добавить мяско сюда в этот звук но он не шумит вот у меня подача масштабная такая с эмоциями уже даже здесь с эмоциями даже в такой цене они в сухой кричащий почерк приходит поэтому могу рекомендовать вам как плеер от на каждый день вполне можно рассмотреть ссылку в описании оставлю можете присмотреть надеюсь с качеством у них все хорошо потому что там по моему отзывы писали что кому-то что-то качество изготовления не такое было не знаю тут вообще ни к чему не придешь но вообще глянь такой брусок и не зашел не анонированные окрашены по всей видимости но бы быстро затрется я так думаю в кармане ну блин при такой цене как раз такой расходный вариант ну а в целом пока первое впечатление нормально а там будет будем посмотреть теперь героем обзора при переходим вот они со со 1 которые были у меня которые стоят по моему 60 долларов с один очень классная сборка беспроводная зарядка защита там от влаги нестандартный вообще дизайн нестандартный внешний вид 16 миллиметров динамик в общем в обзоре я все это говорил очень прикольная модель наушников оставил себе понравилось понравилось эти наушники стоят 40 долларов хотя выглядят гораздо более как будто бы футуристично сейчас я их на не на магните вот и когда ты садишь туда отображается заряд док станции и но текущий прогресс заряда наушников вот тоже беспроводная зарядка здесь сохранена ну тоже какая-то защита от вода от воды там есть или от влаги от пота в общем в описании можете перейти ссылку оставлю ознакомитесь со всеми этими там плюшками данных наушников буду говорить в целом о них я сравнение некоторые вопросы даже задам поделитесь своим опытом по беспроводным по беспроводным моделям и вообще по кодекам так друзья мои в чем особенность этой модели и сделали внутриканальной внутриканальной поставили здесь 10 миллиметровый излучатель это конечно компромисс как на мой взгляд потому что здесь был 16 миллиметров но по-другому нельзя было потому что он даже не вкладыш надо было дуть дуть хорошенько вот а здесь именно внутриканальный 10 миллиметровый излучатель какие отличия какие отличия смотрите сделали за уши ну более смысле фиксированное и сделали она такая вот типа живая гибкая и подстроиться под вашу анатомию возможно да возможно да но все равно это создает некий на тях и не у каждого может сесть комфортно в ухо этот момент эргономический анатомический анатомический хочу ответить отметить дальше почему так потому что вот эти 101 смотри у них как классно было реализовано здесь вообще такая механика офигеть как классно это было сделать то есть здесь чисто подвижный шарнир это класс здесь было лучше здесь пошли я не знаю ну про стиле или вы наоборот типа про апгрейдили но мне больше например вариант заходит когда за уши на двигается это значит такой эффект дает как будто бы здесь эффект ммцx разъема если говорить о проводных на моделях наушниках вот как какую свободу действий дает ммцx подключение когда ты в одной плоскости еще дополнительный можешь вот под себя настроить посадить посадку наушников то здесь как будто это 2 пиновый разъем и и за уши на за уши на которую там вынуждены часто греть там феном под себя настраивать вот такой момент хочу отметить теперь да кстати клавиша здесь была механическая это мне очень нравилось мне это наоборот по душе пришлось просто обычная простая механика класс кому как но мне здесь это я отметил и вот эти особенности особенности и сделали эту модель для меня ну как бы особенной и бесподобной бесподобной на то в данном случае здесь уже сенсорное управление у нас красивый фейсплейт в ушах смотрятся просто нарядно классно есть еще черный кстати вариант корпуса теперь из-за вот этих нюансов с посадкой хочу сказать что надо тогда уделять повышенное внимание подбору амбушюр подбор амбушюр поскольку но мне например глубоко не садится и знаешь вот из-за этой некоторые недостаточной свободы правые наушники вообще сидит как влитой офигеть отлично на родных амбушюрах левый уже не так и мне пришлось подбирать другие амбушюры хотя это нормальная практика и кто приобретет или имеет эти наушники обращу ваше внимание на амбушюры теряй clarion классно не сюда сели вообще классно они такие длинненькие носик у них удлиненный и по звуку именно по подачи звука офигенно не сели класс вот это прошу обратить внимание наконец-то clarion пригодились они у меня уже там завалялись очень здорово так теперь теперь прежде ну или как параллельно в разговоре о звуке расскажу о кодеках смотри сюда завезли кодеки а c и sbc вообще о звуке bluetooth наушников вот такая тут не субъектив щена даже здесь очень много переменных где могут быть разные выводы у разных обзорщиков или разных пользователей одной и той же модели почему с чем я столкнулся при подключении к телефону он просит там давайте подключим вам а отце кодек потому что он более модный я окей хорошо плюс ко всему у меня два телефона mi9 lite 2 но они были сделаны видать для разных рынков и один на десятом андроиде другой на одиннадцатом андроиде как мы вообще заходит такой формат я просто тарахчу мне кажется я просто как из пулемета стреляю успеваете вообще я для вас стараешь не затягивать так вот имея 2 mi9 lite один на десятом другой на одиннадцатом андроиде видать для разных рынков сделать они звучат по-разному понимаешь не просто разные телефоны разные транспорты звучат по-разному одна и та же модель телефонов с разной прошивкой для разных рынков звучат по-разному вот такой момент хочу отметить то есть на десятом андроиде у меня mi9 lite звучит с этими наушниками мягко вальяжно без зуба как-то атмосферно приятно мелодично но вот как-то вот очень сдержанно как-то так переходя на другой mi9 lite блин артикуляция собранность фокусированность ударность есть динамический диапазон был больше улавливается почему и как не знаю одни и те же настройки это первое что хотел отметить если вы какие-то наушники юзайте по bluetooth и что-то там например не так или хотите нового опыта пожалуйста подключите к другому телефону попробуйте проверьте вполне вас может результат удивить ну или как минимум дать новый опыт это первое поделитесь вообще впечатление может быть о каких-то конкретных фирмах на телефону которые лучше всего там адаптированный ну или как-то в общем своим опытом поделитесь буду благодарен и второе будут вообще под знаком восприцательный знак казалось бы при подключении отцы отцы коды передает больше битрейт сам телефон подсказывать давайте мы по отце подключим и вам будет счастье будет лучше чем по избежать окей хорошо подключаемся захожу в дизер там нейтрон запускаю шпарю все подряд что я слышу я слышу звук искаженный при подключении по кодеку отцы звук плавающий плавающий очень похож как mp3 звучит пережатый очень сильно то есть низким битрейдом там 176 килобитт в секунду например когда-то это там были такие битрейты для экономии места и вот она прям плавающий не за нет не хватает низких частот фундамента насколько он вообще может быть в при bluetooth соединений и вверх он про просто и скажу он понимаешь плавающий артефакты какие-то переходишь на sbc блин вообще другая картин вообще другая картина при переходе на sbc все на место стало это тебе не звук какой-то шелестящий типа высокие частоты инструмент ты слышишь эти звуки высокочастотные переливающиеся и есть низ есть фундамент этого звука есть правильный баланс частот все вот так для меня это вот такое но не то что открытие но новый опыт я как бы не не часто слушаю bluetooth наушники линии часто экспериментировал с разными источниками вот то чем хочу поделиться поэтому кодек sbc не пренебрегайте думая что он вообще какой-то убог и ущербен абсолютно нет вот могут быть вот такие вот интересные результаты и выводы в целом по наушникам 10 миллиметровый по звуку 10 миллиметровый излучатель оформили здесь очень очень здорово очень здорово понятное дело что с упрощением понятно что с недоговорками не будет высокого разрешения здесь будет крупный пиксель но но образ мелковат но сама атмосфера подачи переносит тебя туда переносит натуральные тембры хочу отметить классная динамо здесь и комфортная подача материала это я на фоне проводных моделей таких как семь год двухсот и виверн про от кенера были и пизышки поможет 10 или как ты уже не помню вот то что приблизительно в этой ценовой категории проводные заметь проводные либо они так подглушены либо когда ты снимаешь тряпку со звуковода у тебя просто ну уже ну невозможно не 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 комфортно это слушать в данном случае в данных наушниках наоборот настолько все мягко но никак не не мягко даже правильно а правильно мелодично комфортно все подается и вот это со звуковода снять тряпку здесь прям броситься здесь просто нужно нужно но как обычно этот маневр произвожу ты снимаешь сразу в этот мир погружаешься и опять таки повторяю это не для поиска высоких частот и это именно или не только высоких частот это для погружения в музыкальный материал и здесь она настолько прям просится это дело поэтому смело иголочкой сняли надели свои амбушюры подобрали и наслаждаемся звуком если кому-то такой вариант не подходит по каким-то причинам по предубеждениям или просто ввиду того что жалко если какой-то мусор вдруг туда попадет будет на алиэкспрессе продаются решеточки сеточки которые на клеевой основе пожалуйста нашли купили диаметр померили соответствующие диаметра купили поставили наклеили все у тебя звук дышит тряпка всегда глушит динамику вот в данном случае можно вот такой лайфхак применить прошу принять к сведению теперь баланс частот очень и очень правильно здесь вот это я хочу отметить правильный баланс частот если классно сядут плотно хорошо амбы были но недостатка как чего-либо вообще нет четкая трехмерная картина понятное дело там задних планов особо не услышишь но тем не менее все что есть на задних планах она отыгрывается тембрально достоверно вот тут опять говорю тембрально достоверно без какой-то либо агрессии без какой-то типа псевдо детальности здесь слышишь все на что способен динамик это очень здорово это очень хорошо поэтому модель вполне себе удалось вполне себе удалось вы тут нет проблем ни с какой и из области частотки в абсолютно то есть если мы берем не середина вверх везде всего достаточно в пределах в пределах ну кодека bluetooth вполне себе в пределах цены в качество материалов аксессуаров очень даже угодные и вот это юзабилити классно не выпадает ничего держится все то есть эргономика можно спортом заниматься чем угодно просто активно двигаться и у тебя не будет никаких вот этих проблем ну а насчетом автономности там можете понятно дело перейти в описании посмотреть сколько там производитель заявляет поэтому моделью и остался доволен правильно все настроить подстроить чуть-чуть и и будет будет радость да вполне по звуку коротко вам описал но придраться особо не не к чему особо не к чему все в балансе все достаточно фоном слушаешь един за что могу сказать не надо повышать сильно громкость на громкости средний чуть выше средней погружение материал есть все получаешь динамику ритм мотив и от этого тебе хорошо не аудиофильская понятная тема но еще раз повторюсь мой личный выбор мой личный выбор если мы говорим о а а конкретно вот этой модели я буду лучше слушать ее по беспроводу чем какие-то простые наушники по проводам понимаешь заморачиваясь даже просто в дырку телефона включали какой-то цаповусь кабели там либо хорошо с кабелем должно быть либо тогда я лучше послушаю без проводов это позиция мне кажется она тоже имеет право на жизнь как-то так поэтому ну надеюсь все сказал 20 минут старался быстро но надеюсь было интересно все друзья мои переходите в описании все ссылки будут там все информации о л x карты ссылка на сбор на дроны надеюсь мы когда-нибудь выспимся пока